Всем привет! С вами Алексей, сайт rempc.by В этом видео хотелось бы запустить на слабом ПК для современных игр 4 ядра, правда 8, оперативки, видеокарта старенькая GTX 550 Ti, Mass Effect Andromeda, релиз от CPI, без Denuvo, Repack от Hataba. Итак, давайте минималки. Windows 7 64 биты выше, Pro, Intel i5-3570 или 6-ядерная от AMD, 8, оперативки, игровые карты, уровень GTX 660 на 2 гигабайта или Rdeon HD 750 на 2 гигабайта. Видео памяти. Итак, на каком ПК я запускаю Pro? C-MDFX 6306 ядерный, но 2 ядра отключил, что почти 4-ядерный Pro. 8 оперативки, взял почему 4, сейчас объясню в игре. Файл подкачки отрубил и видеокарта вот GeForce GTX 550 Ti, 1 гигабайт DDR5 памяти. Итак, значит, давайте смотреть. Вот, я сейчас запускаю на 550 Ti, хотя в минималках стоят 660 или 7850 карты. Я на значительно более слабой карте запускаю. Сейчас посмотрим, какой будет FPS. Но также не забывайте, что я запускал уже и на этой карте, и на этой карте игру, предыдущую демо-версию, начальную версию Mass Effect, когда вот давали кусочек поиграть начальной. Так, все, данная отмечка будет по ссылке в описании, стройка слабой ПК для игр, это чтобы вы ориентировались. Также в описании будет ссылочка на полный список запусков игр на слабом ПК. Я давайте все отрубаю, захожу в игру. Итак, ну что я в игре, значит, давайте, захожу в настройки сразу же. Так, настройки. Ну, все, вся информация по игре. Давайте по-быстрому по настройкам, а потом все, все тонкости, нюансы. Так, 1920 на 1080, давайте пока Full HD посмотрю, как вообще будет в игре сейчас работать. Тройную буферизацию отключил, в общем-то, вертикалку отключил. Так, что по графике, по графике. Так, значит, все супер низко. Но, правда, оставил масштабирование один к одному в 1080p. И все супер низко, все супер низко, все, что можно отрубить. Все, вообще-то, давайте захожу в игру. Так, за Скотта Райдера. Так, нормально. Понеслось. Так, ну что я в игре, значит, давайте смотреть. Пока самое начало, самая такая первокомнатка, да, под не выше 20 фпс, все упирается в слабенькую 550ти видеокарту. Но что хотеть, 550ти, да, уже давно устарела и для Mass Effect слабовато. Но это в комнатке, давайте сейчас немножко пойду и фактически, давайте все-таки вылезу уже наружу, на планетку, там посмотрим. Но играть можно. Почему 8 гиг, сейчас все объясню. Сейчас все сделаю, сейчас опять будет авария здесь. Ладно, секундочку, давайте все-таки на планетку уже вылезу, там где пространство и так далее. Секунду. Так, ну что я в игре, значит, давайте. В общем-то норм, то же самое, как и на лицухе, 20 примерно фпс, по-моему. Хотя, имейте в виду, только что у меня было 22. Нет, все-таки запись видео пятерку фпс поджирает. Все, 100%, да, вот. Я думал, 20-ка все-таки будет. Нет, без запись видео у меня здесь 22 фпс только что было, поэтому имейте в виду, сканировать, да. Давайте в конце, кстати, сейчас посмотрим, такой средний фпс, а нет, хотя вот 25 стало, вот немножко, может, выровнялось. Еще в конце давайте я, может быть, запущу, выйду с игры, запущу видео с тем, как я вот тот же самый отрезок игры, этот же, запускал на лицухе только. И посмотрим, потому что, как-никак, это же не совсем лицуха, как я думаю, вы понимаете. Так, и хочу отметить свое оправдание, это все лишь для тестов, то есть, все лишь для того, чтобы вы знали, вот и все. Так, значит, давайте, значит, смотреть, сразу же давайте отмечу, ну, это Full HD, да, я сейчас уменьшу разрешение, потому что в любом случае для такой видюхи это неподъемное разрешение в такой крутой игре. Ну, в крутой в плане графики, не в плане игрового процесса. В плане игрового процесса тоже отличная, хорошая игра, но не больше 7,5, может, даже 8 для любителей RPG, то есть, больших, обширных, но не шедевр. Ну, и то норм, норм, все ругают Mass Effect, но, по-моему, просто зажрались. По-моему, зажрались, то есть, да, Mass Effect, да, такой хороший, просто RPG. Кстати, жалко, это же все-таки релиз от C5, что они вот взломали в течение двух недель после релиза, но сейчас вот должны завести патчи с оптимизоном, с исправлением анимации, там волос всевозможных, то есть, всевозможно... Так, мне нужно пробежать здесь сейчас по-быстрому. Так, ну, сейчас я уменьшу разрешение, секундочку, пока сейчас пробегу эти молнии. Да, FPS, конечно, пятнашка, сейчас, сейчас все сделаю. Почему я, кстати, 8 оперативки сделал? Я тестил уже до этого лицуху на 4 ядра, 4 оперативки, 550 Ti видеокарта. Да, то же самое будет, как и здесь, фактически, но будут фризы. А у меня здесь, смотрите, да, вон ребята всячески летают. А у меня, смотрите, как только ставите 8 оперативки, никаких фризов нету. То есть, вот, я могу камерой поворачивать, как захочу, фризов нету. Но если у вас будет 4 оперативки, смотрите, вот игра под 8 требует оперативки, даже на низких, даже на низких. И если у вас будет 4 оперативки, нужно будет ставить файл подкачки. А файл подкачки, это значит лишние фризы. Потому что, ну, я уже тестил тогда, вот, все видео будут или в описании, или на экране у вас. Вы можете посмотреть на 10 оперативки, ой, на 10 с файлом подкачки, 4 оперативки, 10 файл подкачки, как работает игра. И значительно появляются фризы. Но если у вас будет 8 оперативки, то вы без проблем можете играть даже на такой слабенькой видеокарте. Ну ладно, секунду, давайте сейчас снижу разрешение, секундочку. Итак, значит, смотрите, значит, что здесь есть. Я мог фактически оставить свои разрешения 1920 на 1080, но сделать, убрать здесь масштабирование. Допустим, сделать под 900 пи, под 720 пи. То есть у меня бы разрешение осталось бы мое на весь экран, но оно бы стало само по себе немножко более размыто. Но я не хочу этого. То есть если вы хотите играть на полный экран, допустим, у нас слабенький ПК, но вы хотите на полный экран, то тогда оставляйте разрешение, но здесь уменьшайте это масштабирование. Для того, чтобы вам показать реальную картинку на этом разрешении, вот на сниженном, я выставлю 1440 на 900, и давайте посмотрим, что здесь да как будет. Да, у вас квадратик будет уменьшенный такой, но... Так, сейчас, секунду, вот это просто вначале бывает почему-то такая загрузка процесса, а сейчас вот пойдет. Ну вот все, стало 26-27 фпс под 30-очку. То есть, ну сейчас значительно стало получше. 27, ну плюс у меня еще запись видео вот съедает. Вот, даже 30, 30 плюс иногда бывает. А, ну куда, когда туда посмотришь. Ну, стало вот под 30 фпс. Вот я снизил до 1440 на 900. Да, возможно, такой слабый ПК больше подходит для тех, у кого ноут. И тогда, да, вообще 1366 на 768, может быть, можно поставить разрешение. Но пока вот, давайте, такое средненькое поставил. 1440 на 900. И получил под 30-очку фпс. Играть? Чего, вполне возможно. Вполне возможно. Играть уже, как можете видеть. Вполне себе норм. Так, значит, давайте немножко пройду. Если у вас послабее система, или вас не устраивает фпс, ну ставьте 1280 на 720. Или, ну, в общем, то, которое вот пониже, которое вас устраивает. Ну, давайте я пока сейчас перелечу, полетаю немножко. Да, вот, до 23 падения. Но, имейте в виду, запись видео мне здесь пятерочку все-таки подъедает. Поэтому имейте в виду, что у вас все-таки на такой же системе будет чуть повыше фпс. Секундочку. Так, ну что, давайте. Сейчас у меня тут первая встреча с пришельцами. Сейчас они начнут тут понты свои крыть. В общем, я знаю, что их в любом случае надо мочить. Поэтому этого замочу. Давайте. И этого фактически тоже. Где ты там? Чего ты там прячешься? Все, трупешник. Секунду. Так, ну что, давайте дальше. У меня разыскать остальных членов отряда. Ну, фактически, вот сейчас опять 23 фпса. Ну, смотрите. Если, конечно же, вам нужно больше, снижайте разрешение. Сейчас, кстати, тут тоже будет у нас перестрелочка. Опять, ребята. Так, сейчас давайте их перебью. Ну, вполне, как видите, можно стрелять на таком фпсе. То есть, вполне можно играть. Если, конечно же, хотите, то обязательно снижайте разрешение или... Так, секундочку. Но очень-очень рекомендую, если у вас слабый ПК, слабая система, ставить 8 оперативки для современных игр. Даже на минималках они зачастую требуют 8 оперативки. Ну что, такие вот дела. То есть, без проблем запускается релиз от CPI. То есть, по-моему, производительность точно такая же, как на лицухе. Точно такая же. Ну, сейчас еще посмотрим. А так, без проблем, можно запустить на 4 ядра, даже 4 оперативки. О-о-о, тихо-тихо-тихо. 550 Ti в видеокарте, потому что здесь основное слабое место это видеокарта. Кстати, да, вот давайте на мониторинг посмотрим. Так, стой, стойте, стойте. Давайте я его добью руками, потому что кончились патроны. Под 8 оперативки требует игра, поэтому имейте в виду. Лучше попросите, отложите, потому что, да, проц не сможете. В ноуте еще где-то сложно заменить, поменять. Тогда и материнку нужно, и все вместе. Видеокарту тоже дороговато. Но если вы докупите оперативки, то, смотрите, даже на 4 ядра, даже фактически это 4-потоковый проц. А 8 оперативки, вот желательно, и даже 550 Ti в видеокарте, пожалуйста, в Андромеду играйте. Вопросов нету, даже вот я на большом мониторе. Ну да, снизил разрешение, и что? Все равно у меня оно растянулось, и норм. Я не вижу, чтобы так уж было, знаете, совсем уж плохо. В видеопамяти до гигабайта, как вы видите, 850 мегабайт всего лишь использовано. Такие вот дела. Проц, вот даже 4-х этот ядерный, только на 80% на низкий загружен, поэтому его предостаточно. Ну что, такие вот дела. Я думаю, не буду запускать, наверное, все-таки на предыдущей виде на лицухе, потому что там точно такая же производительность. Поэтому, такие вот дела по запуску на слабом ПК. Да, версия от CPI, репак от Катаба. Хотя, кстати, у меня заблокировало аваст экзешник сразу же, как только я начал запускать, установил, все было норм. Запуская игру, аваст заблокировал. Ну, я все, ну, я взял просто, зашел в аваст, добавил в исключение, и все, норм стало. То есть, ну, в общем-то, вроде не вирус, майнера нету. Я сворачивался, смотрел, знаете, может быть, какие-то процессы там поджирают, проц. Нет, вроде норм, все было. Производительность, по-моему, точно такая же. Все, в общем-то. Забывайте смотреть на ссылки в описании, в том числе, вступайте в группу ВК. С вами был Алекс, и сайт rempc.by. Это был запуск Mass Effect Andromeda, релиз от CPI, без Denuvo, репак от Катаба. Спасибо за просмотр. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok